Очередной снегопад добавил работы коммунальщикам. На борьбу с завалами вышла целая армия в оранжевых жилетах. На подкрепление приехала и тяжелая спецтехника. Жители домов в микрорайоне Кузнечиха-2 предупредили, вычищать снег будут везде. Но некоторые жильцы-автолюбители коммунальщиков не услышали. К делу пришлось подключаться эвакуаторам. Автомобили в шахматном порядке переставляют на уже расчищенные места, чтобы дворники и техника смогли добраться до завалов. У нас было принято решение попробовать новый способ. То есть совместно с домоуправляющей компанией Лист СЖ, с привлечением дорожного предприятия, то есть крупной техники, с приглашением жителей, общественности, также сотрудниками администрации мы убираем самые проблемные дворы. Новый способ коммунальщики внедряют по всему городу. Во дворах жилых домов по улицам Володарского и Ашарского, несмотря на объявления, которые развесили повсюду накануне, также пришлось переставлять личный транспорт. Чтобы снег чистили, хотят все, а чтобы дать дворникам такую возможность, откликаются немногие. Не дают ни почистить, ничего. Люди работают, они с утра работают, убирают. Чистят все, но вот эти машины вообще ничего не дают делать. Нас задавили эти машины, и мы сидим, понимаете, хуже, чем в деревне. Сами коммунальщики уже не первый год жалуются. Нерадивые автолюбители мешают работать. Словом, бросил машину, дальше как хотите. Ну, мешать машину мы не сможем. Где машина стоит, чистить не сможем. Машина нам мешает. Подобную практику масштабной расчистки дворов коммунальщики и городская администрация намерены применять часто. Один раз вычистить все и сразу, до следующего снегопада куда эффективнее, чем участками по чуть-чуть. Правда, свой вклад должны внести и сами жители. Ведь куда приятнее ходить и ездить там, где расчищено. Редактор субтитров А.Семкин